всем доброго дня дорогие мои ну вот я заехал домой как бы скажем так кузем покормить фотку выставил он даже фотографироваться не хочет но все-таки я вам показал что он жив здоров и даже очень даже счастлив там под тренажером лежит кайфует в общем это ну сервис сегодня поехал у меня были две проблемы не показывала датчик температуры воды это хорошо что мне в анталии один старый мастер показывал что проводку там говорят это проводка горт наверно отошла вот он тогда делал я тоже открыл капот раз вот так хорошенько почистил на месте заработал и ручник у меня надо было до конца вот так вот это иначе не держала я люблю 1 1 2 3 шелчка первый шелчок тоже 2 3 как идеально чтобы и он у меня не держал уже даже на последнем ну вот сегодня мне хотя сосед сказал что лучше не стоит потому что сейчас праздники и все хотят праздники к отремонтировать свои машины и говорит это самое лучше туда не соваться во-первых от народ будет много во вторых к ну не добросовестно год и дорого возьмут я горну чё дорого недорого извините в город ездишь хотя я накладки поменял задние я думала не регулировать надо просто и все вот и поехал короче поехал в луси вот этот автосервис первый мне показали вот у ручниками занимается у того очередь большая как я не могу приходить после праздников решил по этому городку покататься смотрю там в одном месте немного поменьше народу я подхожу я город так вот так он как сделаем поставьте машину открыл он готов она у тебя сгод накладки вот это ушли одна сторона хорошо вот слева с правой стороны короче это самое плохо с левой стороны хорошие это снял вот эти вот и мне говорит вот иди тот то магазин это самая пошел нет таких оттуда посылает другой магазин другой магазин пришел тоже нету на мать из нету это еще шевролет вот это на шевролет маленький тоже smart тоже подходит но нету вот хорошо что он подсказал он гордис год есть год мастера мастерская называется три руки вот три руки вот учель называется танго ты набивает это делают реставрирует пришел туда мастер посмотрел говорит это самое но полчаса работы говорит и 150 лир я горладно но полчаса подождал действительно сделали набивка хорошего нормально качественно вот и внизу обратно принес вот посмотрел сходи год смазку купи и спрей год купи масло купил вот это для смазки специально гре-гре масло и вот это спрей что промыть все это но тоже 50 лир отдал это уже 200 лир ушло в общем короче принес он ходил это самое другим машинами то сейчас я расскажу там их не метод работы кстати не отличайте ничем от анталийского и он короче сделал все замазал все поставил на место все все игорь 400 а 500 сказал я говорю ну я годовая за 400 датчо я горит работа таблиния все сделал бы но давай 400 и того обошлось мне 600 лир ручник держит отлично все нормально все хожу я теперь о другом хочу сказать здесь как делают здесь вот помните фильмы были особенности национальной рыбалка особенности национальной охоты короче здесь тоже особенность авторемонта в турции вот вы хороший вопрос задали короче как там дорого ли делать да дорого здесь машины содержат очень дорогая дорогой удовольствие во вторых здесь между нам говорят хитрожопые мастера у большинства конечно руки не с того места растут и еще приехали вы да они отказываются от вас открывает вашу деталь вы должны искать найти там туда сюда другая машина подъезд от него тоже не отказывается тоже у него тоже азовы и этого и вот так он собирает кучу 5 6 машин вставляете и вот он спокойно даже вы запчасть принесли он короче спокойно другими занимается и вот он когда у него рука дойдет вот тогда он делает в анталии то же самое было в анталии кстати в наши русскоязычные с казахстана они но наши как говорится мусульмане с казахстана переехавшие туда самое они турки мескотинцы по моему вот они открыли автосервис тогда еще у них автосервиса ничего не было так было арендован это я приезжал с удовольствием они там это а потом они развернулись вот и открыли большой этот потом уже даже на твою машине смотрят у них на этом стоят только бмв мерседесе с московскими номерами вот шикарные машины на ремонт приезжает а зачем они будут суматизм каким-то возиться они даже не смотрят ну и что что ты их соотечественник человек когда зажирается уже все понимает он никого не признаю о правильно говорят курица когда жирная слишком он яйца не несет у него жопа жирная жиром обрастает и вот яйца не может рожать понимаете вот так же человек жирно уже да все короче кайф деньги половую трекой москвичи денежками едут короче ушастый фраера а тут какой-то это матизера приехал да нафиг он сдался блин хотя я таких деньги плачу вот так что здесь вот такая сама машины ремонтировать здесь ребята очень я скажу это я скажу сразу чтобы вам было понятно ясно да коротко колхозным языком здесь только гайка научиться короче откручивать да он же идет сервис открывает понимаете у меня в анталии даже были случаи шурупа день а это от этой модели машины шуруп понимаете вот настолько такие вот и вот огромный автосервис в анталии я вам показываю же огромный селый городок найти нормального мастера это нормального человечного да чтобы эта проблема эта проблема я вам сразу говорю поэтому когда здесь это самое решили машины ремонтировать до туда это сразу знаете что большие расходы большие расходы в анкаре главная проблема мне сегодня сказали я познакомился с анталии у него семья все живет до кума до кума парк а парень хороший он тоже машины привел у него такая же ручник не держал вот он здесь работает живет он семья гортом ягод не хочу в анталии здесь год самый лучший город я здесь гаджи 7 лет живу на турку он и вот он сказал что в анкаре это ручник придется вот это накладки менять каждый год потому что горки же тормоза все время на тормозе высоко дешевый ручник стоят на даже светофор есть таких местах здесь вот так вот гора и тут светофор стоит представляете вот горка вот она горка вот так крутая под 45 градусов углом да и вот здесь светофор стоит и ты вот так должен стоять на ручнике понимаете вот зеленый загорается теперь переключаешь же раз короче хорошо что томской автошколе учили четко с горки это самое здесь кто горкой не умеет это это вообще катастрофа а зимой тем более если снег короче если не зимний щенок да твой никакой ручник не уйдешь сзади всех снесешь нафиг чертям собачьим некоторых местах машины идет горку вот такую гора вот так вот понимаете вот и вот такой вот так иметь и вот под углом 45 это самое и вот так дома стоят вот поэтому вот беда вот анкары в том что очень много город и машину вот это накладки летят на это ерунда конечно конечно и бензин короче много жрет потому что натужается машина и на первой на второй передачи на третий не поднимешься на третий никак не поднимешь на четвертый вообще говорить не стоит если не с разгона короче с разгоном что ли будешь лететь не пойдет же вот только первая вторая передача и машина натяжается поднимается потом уже спокойно и у него тоже окажется у него опель вот и у него тоже полетели вот эти он тоже вот смотрите год набойки надо делать но у него-то на опель то по моему нашлись они это у меня тоже где-то внизу валяется к кладовке надо пойти я не знал я думал регулировать будут эту штуку тросики все потому что тросик-то я недавно поменял вот оказывается вот это ушла одна сторона ягра почему одна да ну как бывает одна страна качественно 2 некачественные поставили в общем вот такие дела очень дорого то мне обошлось 600 лир вында ложь а их не волнует как чего вот хорошо что это провод я этого засунули она мне за это мне вопрос за то чтобы это провод 200 либо взяли без меня запросто там не надо датчик менять ничего датчик мальчик все работает просто провода уже за любую мелочь машине здесь затраты огромные затраты огромные мне знакомый которым я недавно ноутбук носил на ремонт парень хороший парень кстати вот и человечные и таких таких очень много тоже он говорит я гора у вас машине сунга нет к этому не машине не надо мне год машину центре там у него мастерская у него тут рядом квартира дети где школу учиться зачем мне эта машина нужна год на него траты год больше чем это а там тем более центр вообще ездит почти невозможно парковаться невозможно везде платные парковки на здесь хорошо что вот в этих районах нормально где под домами у каждого это свои парковка тому караул мои родители там тридцатник сразу когда ставишь центр в луси платной парковки и как каждый последующий час и по 5 лир вот представьте себе вот если сутки поставил уже 125 лир еще плюс 30 150 лир короче да обходится машина представьте вот поэтому парковка это и в неположенном месте эвакуатор заберет нафиг чертям собачьему машину потом ищи свищи ветра поле короче город из города город из города вообще нашем возрасте уже нафиг это надо и шакарба надо короче и где-то там домики мед короче и шакарбу короче одного и шака купит арба короче травку водил курей завел короче и живи кайфы нафиг эта машина сдалась блин но современный мир без машины никак нельзя бензин тоже дорогой стал а ремонт видите как вот такие хитрожопые брения я еще хотели бы сказать что это берешь ты с этими сначала разберись вот с этими нет у них такое это жадно за денег да короче этого разобрал тоже оставил того постал тот ищет это открыл тоже подожди сначала со мной разберись нет вот такие дела ребята так что если здесь будете жить купите такую машину которую молоточную машину а эта молоточная машина как наша девятка их не догад монтали вообще кондиционера нафиг не анкаре не надо а в них и нет девятка вот это обычно аж девятка это о догон шахи это фазер шахет вот этой машине короче о катается надо молоточная машина на него везде запчасти есть и дешевые везде есть как велосипед короче на газ поставили катается на здоровье к баллон газа короче все и период к пылите нафиг и все вот так вот современный мир сейчас такой а это если хотите конечно это самое большой такой мерседесе джипа гелендваген это даже готовьте денежки и немалые здесь кулибинах нету я сразу хочу сказать что-то от себя придумывать что-то там где-то другой методом заменять они не хотят этого делать только от этой машины от этой марки все вот аналог если например давай аналог поставим от другой машины или где-то там подделать как наши делает да о не учу ребята упаси боже они не будут этим и самое главное лентяй большинство большинство лентяй смотрю сегодня в лене и дети там бегают работают болельные это сервис помогает оказывается они вот это местных учиться воды лицей которым образование дают когда потушники вот это уж там этом здесь ты учат уже как бы это это хорошо конечно уже ребенок машины знает все знает а вот чем вот этот который ничего не понимает только от этой модели это шуруп или нет меня же вообще было в анталии было такое да но я за восемь лет только перед сам уездом оттуда нашел возрастного по человечного мастера за восемь лет еле нашел через все это там тысячи этих боксов остальные все мошенники большинство хитрые были жадные по ушам проедут короче везде где это самый везде все со всеми они так со всеми и вот ремонт оргтехника тоже самое вот я вот вот этот у меня старенький бород этот ноутбук оказывается у него экран полетел там зависит я в одно место прошел здесь три четыре тысячи стоит это год это год потому что ноутбук же сам же ноутбука 10 12 15 30 тысяч дарит вот я говорю да ну нафиг да говорит вот центр поехал вот этому парню полностью новый поставил все сделал за 750 лет я не поверил когда мне сумму сказал за 750 лет и шнур короче вот этот от айпада оказывается у этого айпада тоже аккумулятор надо аккумулятор найти шнур за 200 летал а здесь мне попросили официально за один шнур 900 лир от 700 до 900 г это я чуть не упали шнур один стой зарядный да вот такие вот дела всех вам благ хорошего настроения пока